Современные боевые действия все ближе и ближе приближаются к тому, что описывали писатели-фантасты каких-то 10 либо 20 лет назад. Радиоуправляемые дроны, роботы, саперы, бронированные экзоскелеты, а теперь еще и использование всяких хитроумных гаджетов для улучшения координации действий войск на поле боя. Например, армия обороны Израилев, которые прекрасно понимают, что количественному преимуществу вероятного противника можно противопоставить только качественное, в очередной раз приступили к активной модернизации своего инструментария. На этот раз экипировку каждого солдата по планам командования дополнят умные часы. Меня зовут Сергей Локтина и в этом выпуске я расскажу вам про умные часы на вооружении армии обороны Израиля. Хотя по факту это уже далеко не часы, но еще и не полноценный смартфон. Электронный гаджет на базе операционной системы Android будет содержать в себе карты местности, обеспечивать координацию, оперативно получать приказы, в том числе и личные, а также помогать идентифицировать союзников, что существенно уменьшит вероятность дружеского огня. При этом умные часы планируются как штука непростительно прочная для часов либо смартфона, конечно же водонепроницаемая и почти что бронированная. Собственно, если посмотреть на эту конструкцию, то можно понять, что ей кое-чего не хватает. Массивного металлического браслета из заставки с улыбающимся ваулдбоем. Серьезно, именно это и приходит в голову при взгляде на экспериментальные модели боевого смартфона. Вот только в реальных условиях эффективность пип-бой куда ниже, чем в компьютерных играх серии Fallout. Просто потому, что у бойца нет ни времени, ни возможности пользоваться этой замечательной штукой непосредственно в бою. После боя? Запросто. Во время сидения в засаде? Безупречно. На марше тоже вариант. А в бою взгляд солдата должен быть прикован не к электронному гаджету на руке, а к обстановке вокруг и прицельным приспособлением своего оружия. Именно поэтому специалистам по нововведениям из армии обороны Израиля, если таковые существуют, стоило бы обратить пристальное внимание на так и не раскрывшую свой потенциал штуку под названием Google Glass. Это такие очки с системой дополненной реальности в режиме реального времени, подкрашивающие все, что надо, в том числе координаты союзников, контуры затемненного помещения и точки, из которых противник ведет огонь. Цены бы такой штуки не было. И пользоваться ею куда более удобно, нежели израильским пип-боем. Да их в принципе совместить можно было бы. Меня зовут Сергей Локтино, в этом выпуске я рассказал вам про умные часы на вооружении армии обороны Израиля. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.